Добрый день. Мы рады вас приветствовать на вебинаре тест-дайвера системы бизнес-аналитики Modus BI. Меня зовут Наталья Пушкарева. Я представляю направление бизнес-аналитики в компании BI Consult. Со мной моя коллега Александра Смирнова. Со стороны Modus BI будет Вера Подольская, старший аналитик, и Максим Иванов, директор по развитию. Буквально через пару минут начнем. Просьба поставить знак плюсик или любую отметку в чат, что вы меня слышите. Сразу поговорю о моментах. Все вопросы, которые у вас будут возникать в ходе вебинара, просьба писать, пожалуйста, во вкладке «Вопросы». То есть не в чат, а вот там соседний есть значок с вопросиками. После каждого блока мы постараемся ответить на все вопросы. Модерацией будет заниматься Александра. На некоторые вопросы мы будем отвечать письменно, некоторые будем проговаривать устно. Ну и давайте кратко расскажу о нашей компании BI Consult. Александра, можно, пожалуйста, презентацию? Спасибо. Мы находимся на рынке с 2009 года и на протяжении всех 13 лет занимаемся внедрением в компании систем бизнес-аналитики. Имеем собственный учебный центр, обучили более 500 специалистов, и под внедрением мы понимаем полный цикл работы. То есть написание технического задания, проектирование будущей системы, построение озера данных, полноценных ДВХ, если это необходимо в рамках проекта. Также осуществляем техническую реализацию, обучение всех конечных пользователей, команды разработки. Более подробную информацию вы можете найти на нашем официальном сайте компании DataFinder. Ссылку чуть позже напомню в чат. Цель нашего вебинара – показать максимально весь процесс внедрения BI, чтобы сложилось понимание по архитектуре решения, алгоритму внедрения и какая команда для этого нужна. Кратко расскажу о платформе Modus BI. Это платформа для бизнес-аналитики, позволяющая собирать и визуализировать данные из различных источников, формировать отчетность, создавать прогнозы для принятия эффективных управленческих решений, мониторинга, важной информации. Компания находится на рынке уже более 10 лет и имеет более 30 крупных внедрений. Также платформа Modus BI входит в веостр отечественного ПО и является полностью импорто-независимым программным обеспечением с использованием технологии локальной разработки и сборки элизов. Поддерживает нативное подключение к источникам 1С и имеет собственный ITIL-инструмент. Более подробно о платформе расскажут коллеги из Modus. Вера Максим, передаю вам слово. Здравствуйте. Эту тему, скорее всего, будет освещать Максим. Он говорит, что у него сейчас нет статуса ведущего, он не может начать обещание. Я прошу администратора ему этот статус предоставить. Сейчас проверим. Максим, поверьте, пожалуйста, сейчас подключение. Максим, добрый день. Да, приветствую. Слышно меня, да? Да, слышно. Приветствую всех. Максим, вы отключились. А я вернулся. А подскажите, как экран мне расшарить? В левом нижнем углу будет значок показа экрана. Вижу, что камера, микрофон. Сейчас минутку Александр доступ предоставит. Спасибо. Максим, попробуйте сейчас. По идее, доступ уже должен быть. Меня слышно, да, коллеги? Да, слышно. А экран видно? Видно. Хорошо, спасибо за возможность. Меня зовут Максим Иван. Я являюсь директором по развитию компании BI Pro. Мы же являемся разработчиками платформы Modus BI. Соответственно, разработку нашей платформы мы ведем уже с 2014 года. Изначально это была как некая проектная задача, которая переросла в полноценный программный продукт, который мы развиваем до сих пор. Соответственно, в том числе, помимо развития нашего программного продукта, мы активно развиваем нашу партнерскую сеть, то есть передаем компетенции по работе с платформой нашим партнерам, ну и в том числе выстраиваемый центр компетенции на базе самого заказчика. Если говорить о наших клиентах, то они делятся как на государственный, так и на коммерческий сектор. Есть ряд интересных, наверное, проектов, связанных с прослеживающей животноводческой продукцией, есть проекты, связанные с аналитикой по товарным запасам. Я думаю, что здесь можно много говорить про проекты. Учитывая, что у нас такая общая обзорная все-таки, встреча, поэтому больше уделю, наверное, все-таки программному продукту. Сама платформа, значит, Modus BI. Помимо того, что мы включены в реестер отечественного пола, также активно участвуем в различных мероприятиях. Одно из таких знаков для нас мероприятий, это как раз исследование BI Круггромова. И вот в рамках как раз этой активности мы сегодня и проводим тест-драйв нашей платформы. Также одна из особенностей, это мы имеем сертификат 1С совместимых от вендора 1С. То есть это говорит о том, что мы можем нативно работать с источниками данных на платформе 1С. Сама архитектура, то есть у нас такая классическая трехзеленная архитектура. То есть у нас отдельно ETL-продукт, отличающийся за излечение, трансформацию данных. У нас результатом работы ETL-инструмента – это внешнее ДВХ-хранилище. Как правило, в рамках проекта используется ДВХ на базе PostgreSQL, MSU SQL, либо Vertiki, в том числе поддерживать стек-технологии ArenaData, либо Яндекс Крикхаус. И уже в рамках подготовленного ДВХ-хранилища используется прямым подключением уже BI-портал. Покажу такой более технический слайд. То есть здесь мы можем увидеть особенности самой платформы. Если говорить про источники, то источниками данных могут выступать различные бизнес-приложения, различные типы СОБД файлов, веб-сервисов, либо брокер-сообщений RabbitMQ. Соответственно, за извлечение, точнее даже, наверное, подключение к этому источнику используется агент ETL, он сделан на языке GoLand. То есть это позволяет в многопоточном параллельном режиме извлекать данные из различных как СОБД, так и типов систем. То есть есть множество готовых коннекторов для подключения, например, какой-то базы данных на базе ODB-C коннектора. Соответственно, за работу этого агента ETL, ну и вообще за всю логику построения ДВХ-хранилища, отмечает ETL, по сути его некий фронт, да, написан на базе 1С, все процессы, связанные с извлечением уже, они лежат либо на агенте, либо на самом ДВХ-хранилище. Итак, в ETL у нас хранятся правила по тому, как мы собираем данные, с какой периодичности эти данные получаем и откуда. Здесь заложена логика, связанная с сценарием трансформации этих данных. То есть здесь мы закладываем, ну, по сути, саму структуру будущего хранилища, которое будет использоваться для последующей аналитики. Правила настраиваются условно там единодазово, дальше выстраивается расписание по периодичному извлечению этих данных, и процессы стараются в автоматическом режиме. Ну, и, соответственно, каждый шаг, он логируется, можно увидеть статус по получению данных, как видите, каждого сценария либо пакета. В том числе в рамках ДВХ-хранилища опционально подключается модуль дата майнинга с использованием библиотек Python. Есть, ну, в целом можно использовать любую библиотеку, но те, которые управляемы, имеют свой интерфейс, это библиотеки по классизации и регрессии. Соответственно, тип хранилища выбирается в разрезе требований к проекту и объема данных. Сам BI-портал построен в фронт-энд на языке React.js и бэк-энд на GoLang. Соответственно, в рамках аналитического портала, помимо подключения хранилища, можно напрямую из портала извлекать данные из Excel, базы данных, либо подключать через схему MDX и Alarm для сводных таблиц. Из преимуществ, начнем с CTL, то есть это возможность нативно интегрироваться с источниками на платформе 1С предприятия. То есть это позволяет получать данные, используя ту же логику, те же методы расчета, которые в конфигурациях 1С, то есть это минимизирует какие-то ошибки с точки зрения предрасчетов данных, либо извлечения этих данных. Сам ETL является отдельным программным продуктом, и в целом у него открытый исходный код, то есть это позволяет пользователям самостоятельно управлять развитием функционерного решения. Достаточно высокая производительность данных, то есть порядка, там, если прямое извлечение, например, с OBD и без какой-то там трансформации данных, то есть скорость порядка выгрузки 25 габайт менее чем за 5 минут. Ну и сами процессы внутри ETL строятся, на неком workflow, то есть что это workflow дает. То есть у нас есть полотно, куда мы можем выбрать различные шаблонные команды, либо сценария, перетаскивать их между, ну, вытаскивать их на полотно, выстраивать между ними связи, увидеть результат предобработки этих данных. Соответственно, сценарии могут быть там как линейными, так и параллельными задачами могут расходиться. То есть здесь основное преимущество, что с точки зрения проектирования каких-то ETL-процессов, мы сейчас пытаемся минимизировать трудозатрату своего разработчика, программиста и прийти к такому лоу-коду. Но в целом это не ограничивает использовать и произвольный код. Произвольный код, в основном используется на базе того синдекса, который лежит по основе ДВК-хранилища. Сам аналитический BI-портал, то здесь преимущество это адаптивный интерфейс. То есть здесь можно управлять взаимным расположением объектов для различных типов разрешения экрана. То есть это может быть мобильный телефон, либо широкоформатный экран. И расположение объектов, как их размер управляется. Помимо того, что автоматически, в том числе можно ввести пользовательские настройки. Достаточно тонкое разграничение прав доступа. То есть есть базовая там роль аналитик пользователя и администратора. Помимо этого есть RLS-модель, которая позволяет настраивать доступ на уровне строк и значения. То есть что это значит, что в одном и том же датборде в зависимости от роли RLS пользователь может увидеть разные данные. То есть это деление может быть по регионам, филиалам, по подразделениям. И, соответственно, в зависимости от группы каждый видит ровно ту доступную информацию, которая для него предназначена в рамках ролевой модели. В том числе это возможность сквозной авторизации. То есть есть различные типы протоколов, которые поддерживаются. Одно из, наверное, ключевых преимуществ это визуальное проектирование дашборда. То есть здесь такой self-service BI, который позволяет выбрать тип визуализации, выбрать исходные данные, которые будут лежать в основе дашборда. Ну и, соответственно, множество настроек с точки зрения предрасчета, агрегации этих данных, множество настроек по стилизации этих объектов. И все оно настраивается путем выбора либо там драгон-дропа на экране. В том числе есть дополнительный функционал, связанный с вводом данных. То есть здесь можно использовать функционал различных опасностей. То есть это первое внесение, ну на какой-то там регулярной либо нерегулярной основе данных для сбора тех сведений, которые отсутствуют в информационной системе источники. Вторая постася в форму ввода данных это моделирование какой-то ситуации, когда мы можем вносить для расчетной модели какие-то значения, как новые, так и корректировать старые, и запускать модель перерасчета. Также есть такой функционал, связанный с рассылкой шаблонов для заполнения в виде табличных документов. То есть здесь можно настроить периодичность и группу рассылки, и дальше есть статусная модель при получении этих данных. То есть вводить, загрузив данные, можно проверить, ну запустить процесс согласования в виде проверки данных, подтверждения этих данных, ну и включения, соответственно, уже бы сводной Dashboard. Аналитический портал, соответственно, представлен вот в таком виде, но я думаю, что вместо статичных картинок, наверное, мы посмотрим более детально уже в рамках дальнейшей нашей сессии, то есть там где-то будет интерактивно и более наглядно. Коллеги, наверное, со своей стороны я основное, что хотел сказать, озвучил. Дмитрий, ой, извините, Максим, возник вопрос от пользователя Дмитрия Дубровина. Может быть, сразу как раз ответите. Здесь как раз про ETL. Есть ли возможность править ETL-обработку в коде? Ну, если я вас правильно понял, то помимо каких-то шаблонов или сценариев можно написать произвольный код. Ну, как правило, если там хранилище, например, на PostgreSQL, соответственно, обработка этих данных будет происходить на базе PostgreSQL. То есть можно скорректировать текущий шаблон, можно написать это просто с нуля, в том числе, если там используется Python, то можно обрабатывать данные на базе Python. Но мы зачастую в проектах это делаем на базе какого-то SQL-ного синтезиса. Спасибо. Тогда, Наталья, я думаю, можно передавать слово тебе. Следующий блок у нас был по забрузке и связке данных. Ранее наши коллеги со стороны вендора получили техническое задание на разработку приложения и также источники данных для его построения. В качестве источников данных у нас были файлы XS, Excel и также XML-файл. И далее Вера подробнее расскажет, как была произведена загрузка и обработка данных с помощью Modus ETL, как эти данные связывались и, в общем, как данные подготовились для работы. Вера, передаю вам слово. Еще раз здравствуйте, коллеги. Я сейчас открою свой экран. Его видно? Да, видно. Перед вами находится интерфейс Modus ETL, который всегда предшествует какой-то визуализации в Modus BI. В нем были решены задачи загрузки данных и преобразования данных. Для загрузки данных в составе разбираемого кейса были предоставлены таблица Microsoft Access, таблица Excel и файл XML. В общей концепции работы с ETL вначале создается подключение к базам данных, причем как к той базе, в которую мы будем выгружать, так и к той базе, из которой мы будем выгружать. В данном случае были созданы подключения к базе данных MDB, к файлам Excel и XML. Вот он Excel, и там дальше есть XML. И к базе данных на Postgres, которая была выбрана для того, чтобы выгружать данные. Для подключения к базе задается ее имя, способ доступа, адрес, где она находится, имя пользователя и пароль, если таковые имеются. Подключение к файлу можно выполнять как вручную, так и с помощью мастера. Я сейчас продемонстрирую, как происходит при помощи мастера загрузка файла, ну, для примера, из Excel, того, который был нам предоставлен в рамках кейса. Мы выбираем, куда выгружать данные. Вот наша база, подключение к которой было оформлено. Пусть будет новая таблица, можно в существующую, но тогда там будут возникнуть дубликаты. Поэтому задаем наш файл Excel, находим его, где он у нас лежит. Можно локально, можно где-то на удаленном ресурсе. Так, дальше при помощи мастера выбираем те листы, которые надо загружать. Если нужно загружать несколько листов, то этот процесс нужно будет повторить дважды. Давайте для офиса выберем этот лист. Здесь у нас появляется предпросмотр. Переходим дальше, задаем, сколько строк у нас в заголовке, откуда, докуда выгружать данные, сколько данных в предпосмотре. Эта галочка ставится, когда в объединенных ячейках данные нужно писать не только в левую верхнюю, но и в каждую из них. Дальше мы можем выбрать, какие поля в каких форматах загружать. То есть мы нажимаем на поле, смотрим, какие там данные. Если нас это устраивает, мы это оставляем. Если нас это не устраивает, мы можем здесь изменить тип, либо задать свой, либо, допустим, длину изменить, либо какое-то поле отключить, допустим, что его выгружать не нужно. Следующим шагом мы проверяем то, что мы задали на предыдущих шагах, действительно ли нам в таком виде, в таких типах данных нужно будет выгружать. Существующие данные. Можем вернуть те поля, которые мы ошибочно пометили, как невыгружаемые. И здесь мы задаем имя таблицы, в рамках которой будет осуществляться, ну, в которых будет осуществляться экспорт. Так, пусть это будет офис «ТМП». Нажимаем «Далее». Загрузка данных была завершена без ошибок. И шаги импорта были сохранены вот в такое правило. Здесь можно поменять имя, можно его запомнить. Офт «ТМП». То есть это нам в последствии понадобится, чтобы по тому же самому принципу мы могли по расписанию или по требованию выгружать данные из этой таблицы или из аналогичной. То есть вот это правило выгрузки, это в какую таблицу. То есть мы можем из разных источников по этому правилу выгружать в разные таблицы. То есть если мы потом будем менять содержимое вот этих вот квадратных скобочек, я покажу, как это происходит на практике. Сейчас у нас была в базе создана вот эта таблица «Офт «ТМП». Вот мы в ней можем увидеть содержимое всех наших, ну, нашего листа в Excel-файле. Для того, чтобы выгрузить данные по работникам, тот же самый мастер отработал еще один раз. Далее мы сохраняем вот это. Записываем. И можем нажать «Готово». После создания баз данных мы должны создать правило выгрузки. Для нас его сейчас автоматически создал мастер. Точно так же правила выгрузки, если это был не мастер загрузки из Excel, они задаются... Например, я сейчас покажу, как это было сделано для базы данных, которая у нас была Excel-фская, MDB. То есть для того, чтобы получить данные из базы, в правиле пишется запрос, да, то есть здесь у нас «Селект звездочка», «Фромтейбл». Из какой таблицы мы получаем? Точно так же мы задаем набор полей, которые надо выгружать, какие-то можно удалять, какие-то убирать, задавать поля источника. Это список полей предварительно можно заполнить автоматически по нажанию кнопок. Вот. И это правило будет сохранено и применено в дальнейшем либо по расписанию, либо по запросу. К тому, как задавать расписание, мы подойдем в конце нашего мероприятия. Когда у нас заданы правила выгрузки, мы можем состав выгрузки создать. Состав выгрузки представляет из себя первый вагончик в составе – это правило выгрузки, второй вагончик в составе – это какая таблица, откуда это все получается. То есть, если мы посмотрим на наши правила по нашему кейсу, здесь есть составы выгрузок для всех таблиц. Вот. То есть, 6 таблиц MDB, 2 из Excel и 1 из XML. Если мы зайдем внутрь, мы увидим, что нам нужно указать, откуда это набор источников, по какому правилу, и проект, к которому относится как бы состав выгрузки. Это нужно… Наименование проекта задается для более адекватной сортировки, выборки таблиц, когда очень много проектов, в дальнейшем отображаются только таблицы по этому проекту. Здесь задается таблица в базе данных, она идет из правила, и когда у нас настроен состав выгрузки, можно переходить к следующему шагу. Мы добавляем составы выгрузок в пакет обработки данных. Пакет обработки данных – это как раз та штука, которая может запускаться либо по запросу, либо по расписанию. В пакет могут быть включены, как правило, выгрузки данных. То есть сейчас здесь расписание для него не задано. Если бы мы захотели задать расписание, у нас был бы выбор либо в какое-то время его запустить, либо по каким-то правилам по дням задать, по неделям или по месяцам. То есть здесь стандартный довольно. Такий интерфейс. Я его отключаю. То есть по запросу запускается кнопочкой «Запустить». В пакет могут входить составы выгрузок для выгрузки данных, а также сценарии обработки данных. То есть когда мы эти данные выгрузили, перед тем, как поместить их в нашу базу, мы можем с ними выполнить некоторое количество каких-то операций. то есть что такое сценарий обработки данных. Сценарии обработки данных точно так же создаются. для него задается имя, база данных, в которой он работает, тип сценария, то есть различные типы поддерживает система, проект, для которого он работает. Это важно, потому что в сценарии будут предлагаться только те таблицы, которые относятся к проекту. и в дальнейшем, когда вся эта информация записана, мы можем перейти к шагам сценария. Шаги сценария задаются в визуальном интерфейсе, вот как такие блоки, здесь он готовый. Начинаем мы все с источников. Я сейчас быстренько это продемонстрирую. Начинаем все с источников. Источник настраивается. Можно взять таблицы, которые у нас уже были подготовлены, либо предварительно настроенные составы выгрузок. То есть мы возьмем, допустим, вот эту таблицу Order Details, зададим еще один источник. Таблица Orders. В дальнейшем с этими таблицами можно выполнять какие-то преобразования. Допустим, можно выполнить сейчас соединение, то есть на языке SQL это будет Join. Вот. Для тех, кто SQL не знает, это просто соединение двух таблиц, мы проводим для него стрелочки. Вот. Уже к нему предварительные данные какие-то ушли. Вот. Он настраивает соединение. То есть какого рода Join выбираем, да, здесь можно потыкать, здесь идет предпросмотр этих таблиц. Вот. Какая основная, какая присоединяемая, добавляем правила. Вот. По каким полям мы их соединяем. Ну, тут по логике запроса, они должны, по логике кейса, должны соединяться по Order ID. Все, мы сохраняем это правило. Дальше мы выбираем, какие поля нам в итоге нужны. Допустим, пускай будет Order ID, можно выбрать сразу все количество и дата, когда все это было произведено. В дальнейшем можно просмотреть результат. То есть показывается текст запроса, который нужен для того, чтобы все это сделать. Вот. Мы выбираем показать результат. Результат нам демонстрируется. В дальнейшем все это можно сохранить куда-то в какую-то таблицу. Приемник. Вот у нас здесь вот есть выбрана таблица All Data. Ну, или просто выбрать какие-то, ну, не знаю, преобразования, какой-то анализ. То есть здесь довольно много всяких примитивов. Но также, если их недостаточно, можно задать произвольный код на SQL или на 1S и уже какие-то дальнейшие преобразования в итоге проводить. В итоге нашего вот этого сценария была сформирована таблица Feagroma All Data. Она уже фактически является готовым набором данных для дальнейшего анализа при помощи Modus BI. К Modus BI мы сейчас перейдем. На Modus BI был создан вот этот дашборд для иллюстрации нашего кейса вот с другими вкладками. Но для того, чтобы его создать, были выполнены предварительные технические шаги. То есть сначала настраивается источник данных. По сути, это подключение к хранилищу данных. У нас здесь есть наша база PostgreSQL, вот она, с которой мы работали. В ней были в дальнейшем как бы все наборы данных создается на основании этого хранилища. То есть для того, чтобы подключиться к базе, нужно указать тип подключения, один из поддерживаемых, и адрес сервера, порт, логин, пароль. Вот если какая-то конкретная схема, там можно указать схему и в дальнейшем настроить, какие параметры портала для этого источника доступны. Следующим шагом мы выполняем настройку набора данных. Он выполняется просто запросом к нашей таблице AllData, которую мы создали в хранилище при помощи ETL. Если нам нужно постоянное обновление вживую из таблиц, то есть ETL у нас создает эту таблицу либо по запросу, либо по расписанию. Расписание может быть один раз в день, один раз в неделю, раз в 10 минут, как мы захотим. Но в принципе, если нам нужно, чтобы все эти данные обновлялись на лету, здесь мы задаем не вот этот простенький запрос к результату работы ETL, а более сложный запрос можем любой забить. Вот здесь вот уже более сложный Join, который получает из всех таблиц, которые у нас имеются, данные напрямую. То есть здесь чуть медленнее будет работать в итоге. На том наборе, на том объеме данных, который у нас в кейсе, это вообще неощутимо. Вот, но если как бы большие объемы данных, большие запросы могут работать дольше. Но при этом все будет обновляться на лету, если где-то в какой-то таблице все обновилось, не придется ждать, пока ETL прокрутит свою машину. Когда у нас создан набор данных, вот можно переходить к работе над кейсом, но об этом уже подробнее нам расскажет Наталья. Наталья. Наталья, передаю слово. Пока Наталья не начала, я бы прервала нас немножко на этот самый, на блок вопроса и ответа. Часть вопросов уже Максим ответил. Там буквально два вопроса. Первый. При импорте из XLS указание начальной и конечной строки это обязательное значение? Да, указать начальную и конечную строку обязательно, чтобы мастер обработки понимал, откуда начинать импортировать. Но если мы проставляем строки заголовка, то есть если мы видим, что у нас там заголовок заканчивается в четвертой строке, он автоматически проставляет пятую строку. Ограничение в тысячу тоже как бы можно поставить максимальный там миллион триста, сколько есть в Excel, он будет пытаться импортировать все до первой пустой строки. То есть если там пустые значения, он их импортировать не будет. Вот. То есть это попытка, скажем так, докуда смотреть. Вот. То есть значение, значение это обязательное, но первое импортированное строка проставляется автоматически в зависимости от высоты заголовка. Вот. Ее можно поправить, да. И точно так же последнее. Есть еще один вопрос. Он не в блоке с вопросами, а в чате, в общем. На каком языке пишутся сценарии? Сценарии? Сценарии пишутся, либо графически составляются из кубиков, вот, если никакой язык человек, пользователь не знает, либо можно писать на SQL, либо на 1С. Спасибо. У нас еще там остался один вопрос касательно лицензии серверной части, но я думаю, мы оставим на самый конец нашей встречи, уже там подробнее поговорим об этом. Поэтому, да, передаю слово Наталье. Так, сейчас расшириваю экран. Подскажите, видно? Да, видно. Всем участникам видно. Поставьте, пожалуйста, плюсики или огонечки. Так, сейчас я продемонстрирую уже готовые дешборды, которые были построены на основе данных для этого кейса. Покажу, расскажу немножко о функционале, и потом попробуем построить дешборды, то есть создать отдельный отчет, посмотреть построение, как происходит создание, там, связывание данных и так далее, чтобы именно, как происходит это в данной системе. Тут у нас общий отчет по кейсу. Кейс был по продажам поставщикам, товарам, странам. Вот здесь и наведение у нас тренд, описание того, что делает данный график. Тут у нас общий скипиаем отчет, и далее проваливаемся уже в детальные отчеты. Значит, по заданию у нас нужно было посмотреть, например, какова средняя скидка продажам менеджерам с какой-нибудь определенной страны, например, из Парижа. Посмотреть, какую, то есть заказчиков приносит 80% прибыли. Вот они как раз таблицу, указанные зеленым цветом. На данной диаграмме, кто знаком с Power BI, есть аналогичный дрилдаун, то есть можно прямо провалиться в детализацию по всем, можно сбросить и сделать дрилдаун только по выбранной стране. То есть вот Германию выбрали, и потом можем уже непосредственно посмотреть любой выбранный город также. Также у нас есть слева фильтры, мы можем посмотреть по категориям товара, то есть что нас интересует. Сейчас сброшу все. И уже посмотрим в детализации по товарам. Допустим, выберем категорию товаров, можно выбирать несколько. И вот у нас дожбот перестраивается и показывает. Если мы выбрали какие-то фильтры, они у нас сохраняются, если мы переходим на соседний отчет в данном приложении, то оно будет показываться. Давайте попробуем построить новый отчет. Зададим ему название. Сделаем временный индекс сортировки, это отображение, где он будет отображаться, в каком порядке. А я ему группу не задала. Задаем имя, задаем группу, чтобы не потерять. Задаем, и он должен здесь появиться. Вот он. Вот перед нами пустой отчет, и начинаем строить дожбольды. выберем компонент отображения, например, круговую диаграмму. Поставим круговую диаграмму по категориям товаров, то есть по продукции, по которой мы хотим посмотреть прибыль. Данные. Подключаемся к данным. которые до этого были загружены через модус ETL. Выбираем функцию. Далее выбираем категорию name, так как мы будем искать по имени. И теперь нужно добавить фильтры, по которым будет работать данная диаграмма. Фильтры добавим по категориям, по продукции, по поставщикам. продукцию категория NM, продукт ID. И по поставщикам страну поставщика, город, ну и так же имя добавим. Так, теперь давайте добавим drilldown. Вот у нас добавили первый уровень. И для того, чтобы добавить второй, например, по названию продукта, так, продукт сначала добавляем вот сюда. И здесь у нас появляется уже так, а я продублирую под окном. Под окном. И вот у нас здесь он отобразился. сохраняем. И вот у нас диаграмма drilldown работает. Для того, чтобы данной диаграмме можно было применить фильтры, их нужно вывести отдельно. Сейчас создадим блок с фильтрами. создадим фильтры по продукции. Также выбираем данные, которые мы будем подключаться. Сначала наверное по поставщику. Страна поставщика. Также мы выбрали город и название. Здесь можем задать название фильтра. на поставщика. Так вот, мы создали первый фильтр. Сейчас подгоним его по размеру и создадим еще один по продукции, по товарам. добавляем контейнер с фильтрами, выбираем данные, подключаем категорию и продукт идти. Также меняем название. Так, и здесь мы можем выбрать, к чему мы будем подключаться. выберем product name и он будет выводить название. Также меняем категорию. Сохраняем. Далее эти фильтры нужно будет подключить. То есть внутри дашборда есть вот эта вкладка. Мы эти фильтры включаем. Нажимаем применить. Далее чтобы можно было выбрать несколько фильтров, чтобы остальные не сбрасывались, мы убираем сброс. после нужно поставить зависимость. То есть категория name зависит от product id. Product id также проставляем для остальных. Тут галочки нужно было тоже убивать, чтобы сброс. чтобы можно было применять сразу несколько фильтров. Поставлено, поставлено, применить. Нажимаем сохранить и смотрим, как у нас работают фильтры. Все, фильтры привязались. Можем посмотреть. Сразу отображается несколько. Теперь, чтобы было удобнее, добавим кнопку сброса фильтров, чтобы нам по отдельности не убирать выбор. добавим общую кнопку сброса. Для этого переходим в режим редактирования, добавляем элемент и сделаем небольшую кнопку. Она добавляется у нас через картинку, то есть мы выбираем необходимую пиктограмму для отчета. В принципе, мы можем выбрать любую подходящую пиктограмму и задать ей необходимое действие. В данном случае я продемонстрирую именно сброс фильтров. Выбираем изображение добавимого фильтра. И в настройках клика «Обновить» 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 «Обновить окно». «Сохраняем». Сохраняем. В принципе, мы можем создать аналогичную кнопку с преднастройками какого-либо фильтра. Для этого нужно будет выбрать задать фильтры нужные, после этого нажать здесь «Сохранить» и при обновлении оно будет показывать преднастроенную выборку фильтров. Сейчас у нас настроен сброс. Не сохранили. Чистительный мм. Все, теперь сохранилось. И, например, все, спрос работает. Далее можем настроить множественный выбор фильтров. для этого сейчас минутку перейдем к самому дашборду редактированию в названии общий курсор можем сделать общий дрил и панель фильтров. Общий дрил это если мы делаем несколько диаграмм и мы можем применять выборку к нескольким сразу. Сохраняем. и давайте добавим столбчатую диаграмму чтобы посмотреть как у нас работают фильтры и выборки для сразу для нескольких. Для этого опять переходим в режим редактирования добавляем элемент. настройки также перетаскиванием добавляем необходимый вид диаграммы и например сейчас добавим продажи посмотрим по продаже взаимосвязи с предыдущей диаграммой. sales выберем категорию и наименование продукта чтобы у нас было два уровня дрилдорма. Также добавим фильтры которые будут применяться и также по поставщику страну город и наименование. Тут можно задать сортировку все у нас перестроилось то есть в зависимости от того чтобы все не было в разброс мы можем задать сортировку по убыванию по возрастанию то есть в зависимости того что нам нужно нажимаем сохранить так зададим дрилдаун создадим первый уровень кочего и наименование продукта посмотрим как это работает перестру 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 все я наверное не остановилась тут на настройках на визуализации тут достаточно широкий набор настроек то есть можно задать отступы настройки названия с заголовками мед продажи и подзаголовок вы можно менять также цвет стиль шрифт достаточно большая кастомизация настроек на них мы не будем сильно подобно останавливаться потому что это займет слишком много времени нам главное показать функционал сохраняем выходим из настроек и смотрим как у нас работают фильтры фильтры сейчас применяются для обеих диаграмм можно посмотреть как работает также drilldown то есть видим зависимость на двух диаграммах также можем провалиться давайте посмотрим какие у нас есть вопросы пока новых вопросов не появилось в принципе то что появлялось мы оперативно старались отвечать поэтому в принципе можно я думаю продолжать что у нас дальше по плану основной функционал я бегло показала давайте теперь обговорим по команде для внедрения и по уровню порог вхождения для пользователей тогда здесь можно уже будет продолжить рассказ и про серверную часть и про лицензии коллеги Вера подскажите какой минимальный порог для вхождения пользователей чтобы взаимодействовать с вашей платформой желательный порог это знание языка SQL но как продемонстрировали сегодня в принципе пользователи обладающие некоторой логикой и умеющие читать инструкции даже без знания каких-то языков типа SQL 1С с системой разберется порог довольно низкий вот сейчас у нас есть вопрос какие есть профили пользователей я так понимаю что возникают аналитик разработчик и так далее по умолчанию система поддерживает три основных роли пользователя называются роли пользователь аналитик и администратор то есть чем они отличаются пользователь по сути может только просматривать созданные отчеты то есть он может прийти применить фильтры использовать drilldown сохранить настройки фильтров то есть пользователь системой пользуется аналитик может создавать наборы данных создавать отчеты менять их то есть выполнять те действия которые сегодня сделала Наталья администратор может назначать других пользователей создавать пользователей и менять настройки портала то есть все вещи связаны с авторизацией с какими-то правами с ролями то есть вот это основные роли администратор аналитик пользователь Есть различные способы разграничения прав доступа, то есть это, во-первых, задание профилей доступа к отдельным отчетам, можно выбрать группы отчетов, отчеты отдельные, к которым имеет доступ тот или иной пользователь или аналитик, администратор имеет доступ ко всему. Можно задать профиль доступа к наборам данных, то есть либо все, либо выбранные, либо только те, которые создавал сам. Точно так же по формам ввода, группы или отдельные, или только свои. Есть различные системы авторизации, то есть не только встроенная портала, где логин, пароль мы вводим, но и, допустим, через Active Directory, где по тем параметрам, которые приходят вместе с пользователем, определяются его роли, права и доступы, и уже в дальнейшем портал раздает те права, которые пришли с системой сквозной авторизации. Также, возможно, настройка РЛС, то есть это разграничение прав доступа по строкам, то есть, допустим, пользователям из какого-то определенного отдела или региона можно дать доступ к дашборду, на котором, в принципе, в наборе данных заложены данные по всей стране, но они будут видеть только то, что касается исключительно их отдела. Ну, такая история. Следующий вопрос. Data Warehouse после E-TL размещается он прям или в Cloud? Это по выбору заказчика, то есть это можно пользоваться базой, которая находится в облаке, можно пользоваться той базой, которая на том же сервере, где и установлен портал, если я правильно поняла вопрос. Это как-то влияет на модель лицензирования? По модели лицензирования подсказать не смогу, отскоряясь Максиму вопрос. Тогда, наверное, можно перейти к Максиму, потому что здесь основные вопросы остались как раз касающиеся серверной инсталляции, минимального количества лицензий, примерной стоимости по лицензии, да, и вот про влияет ли он премис и он клауд на модель лицензирования. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, Вера. Я предлагаю для тех пользователей или участников нашего вебинара, у кого есть вопросы по лицензиям, направить запрос коллегам из BI-консалта, и там совместно с ними или самостоятельно вышлю прайс-лист, и там есть как раз более подробная информация, какое есть деление по лицензиям. То есть, если так вкратце говорить, они отличаются по, ну, различия есть по функционалу, есть различия по количеству пользователей и по количеству доступных дашбордов. С точки зрения физического размещения там хранилища, либо самих лицензий в облаке, либо там в СОДе, или где-то на серверах заказчиков, условно, это никак не влияет на стоимость лицензий. Есть у нас в экспериментальном таком режиме лицензии по подписке, там стоимость, условно, за год использования лицензий. Поэтому присылайте запрос, на них ответим уже в рамках самого прайс-листа. Контакты для запроса информации по лицензиям Александра направила в чат в общий. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь, постараемся оперативно ответить. Остались ли у нас еще какие-то вопросы? Да, остался вопрос, только что пришел. Есть ли наглядная модель данных как Power BI? Максим, расскажите про модель данных. Ну, тут есть, наверное, несколько составляющих. Есть такой функционал, как ER-диаграмма, то есть здесь мы можем построить модель данных в схеме звезда. Вот используется, наверное, по большей части для каких-то внешних информационных систем. Есть возможность отдельно под какие-то процессы выстраивать в рамках workflow модель данных. Какое-то одно единое, которое показывало бы всю архитектуру под каждый набор данных. Наверное, такого, скорее, нету, чем есть. Спасибо. Давайте еще буквально пару минут оставим, если у кого-то есть еще вопросы. И, в принципе, я думаю, что мы сегодня все обговорили. Всем слушателям большое спасибо. Спасибо. Спасибо.